Товарищи, тема нашего сегодняшнего занятия Это система методов научного познания, о которой нам расскажет Александр Сергеевич Козюнов Доктор фирософских наук, наш товарищ Профессор Значит, уважаемые товарищи, я думаю, что вы заметили уже, что в нашей аудитории мы не первый раз поднимаем вопрос о методе О методах научного познания И, скажем, и нынешний наш год начинался с лекции Михаила Васильевича о диалекте в капитале Маркса И значительная часть этой лекции была посвящена проблеме метода, которым пользовался в своих исследованиях Карл Маркс И вот это внимание, оно, конечно, не случайно Чем оно обусловлено? Обусловлено оно тем, что марксизм – это принципиально научная система мировоззрения Это система наук Система, которая включает в себя экономическое учение, политическое учение, философское учение Диалектику или науку логики, или, можно сказать, диалектический метод познания Поэтому освоение марксизма, оно требует глубокой такой методологической подготовки Но и вообще в мире любая наука, в любой стране, она требует метода Методологического подхода к исследованию любого предмета Причем сама вот эта мысль, она ведь родилась у человечества Или человечество до нее дошло относительно недавно В 20-30-х годах 17 века Значит, в лице Декарта Бекона человечество дошло до простой мысли Что без правильного метода мышления нет и самого научного мышления Поэтому и стали с этого времени специально заниматься методом То есть, как действует наше мышление Как правильно дойти до истины Ну и наука, конечно, этим занимается А обычно люди в своей повседневной жизни И даже в каких-то профессиях, не требующих особых научных знаний Они, конечно, метод оставляют где-то в стороне Так, ну, на уровне любопытства А что это такое? Нельзя ли там его немножко поиспользовать? И даже в нашей аудитории, я думаю, что вот эта проблематика Она вспоминается или усваивается с большим трудом И это тоже не случайно Почему-то, что методом вообще, говоря, надо заниматься все время Скажем, я постоянно занимаюсь И думаю, что товарищи наши, которые пишут статьи, книги Они постоянно занимаются методом, методологией То есть, это какая-то такая повседневная форма Значит, чтобы показать, что вот это не очень усваивается Я могу, значит, просто, скажем, спросить Михаил Васильевич в прошлый раз приводил определение метода Гегелевское определение метода Кто-нибудь помнит его? Кто-нибудь его запомнил? Способ Кто-нибудь его усвоил? Нет Способ познания, это вот обычно книжки вы откроете Любые, там по экономике особенно, да Метод, это вот какой-то способ Или это какое-то средство познания Например, того, чтобы добраться до другого берега Значит, вот какой тут способ или какое тут средство надо Метод, это осознание формы, самодвижение мотивы Но, самодвижение, содержание предмета Содержание предмета Значит, это вот Иван Михайлович, грамотнейший человек Кандидат, значит, технических наук И то еще чувствует себя неуверенно в этом вопросе Значит, да А большинство, они думают, что они и без методов перепрыгнут к каналу Ну, действительно, там не широкую канаву подготовленный человек может и перепрыгнет А если она чуть-чуть пошире То, конечно, нужно какое-то средство, какой-то способ эту канаву преодолеть Какие тут способы? Ну, можно бросить доску длинную или бревно, да Можно обойти, можно в конце концов по канаве, значит, и так далее, и тому подобное И кажется, что и в науке истины можно так же достичь, да Прыжком, или вот бросить какое-то средство Потом прошли, ну, средства вроде не надо теперь Пойдем по науке там дальше Вот Этого не получается Почему? Потому что Действительное мышление, на самом деле Оно всегда сопровождается методом И хотя открыли саму роль метода, да И сами методы начали исследовать в 17 веке На самом деле он сопровождал науку с самого его зарождения Ну, по крайней мере, с Парменида Да, первый такой философ, теоретический Парменид Вот Он сформулировал первую такую аксиому и вывод И по этому выводу уже можно почувствовать Что вот здесь бьется мысль, здесь бьется понятие Теперь Бекон, когда в 17 веке написал о методе Он критикует метод Аристотеля Дескать, вот у Аристотеля был вот метод И он в качестве этого метода Принимает так называемый органон Это в средневековье Называли органоном Комплекс логических произведений Аристотеля Там были такие труды, как аналитика, топика Категории, об истолковании О софтистических опровержениях И вот эти вот произведения считались органоном То есть методом мышления Аристотеля И в какой-то мере это правильно Вот Но Бекон и выступил против Говоря, что это вот все-таки тут понятия Они далеки от жизни Они действительно были схоластизированы к этому времени Поэтому, говорит Бекон Надо обратиться к империи К империческому материалу К исследованию самих предметов Ему еще не приходит ум Что как-то ты будешь исследовать предмет Ты его происследовал Осознал, понял И потом все равно Ты, чтобы нам его передать Должен его В понятиях сформулировать И до нас донести Ему кажется, что он делает что-то новое Но тем не менее Велика уже заслуга Что человек осознал Что вот нужен метод Ну и В дальнейшем Вся практически философия Нового времени Она занималась методом Пока Значит Кант определенный вопрос О методе не поставил О его структуре И о его значении А Гегель Уже изложил Все те категории Всеобщие Которые движут И мышление в нашем И которые В общем Открыты науками Во всех других сферах Значит В природе В естественных науках В обществе В общественных науках И теперь мышление осознало Что и оно подчиняется Этим законам Почему? Потому что Исследуя законы природы Человечество Ученые Понимают Что Законы те же Что и наша Голова действует Скажем Закон становления Становление категории Открыл еще Гераклит Что все течет Все изменяется Оно изменяется В жизни И мысль Должна Адекватно Вот эти изменения Выразить А адекватно Эти изменения Выражает В логических категориях Категории движутся Так Скажем Если вы откроете Науку логики Значит Гегели Показывают Как движутся Вот эти категории Выражающие становление Сначала в абстрактной форме Потом в более конкретной Изменения Изменения Становления Гегель Ставшие конкретным Как конкретно Изменяется предмет Как получается Что Человек Он И то же самое Тождественное Себе И иное Значит Не похожее на себя Другое какое-то И тем не менее Вроде бы Это один и тот же Константин Константинович И Одно дело Человек понимает Что За вот этой Тождественностью За бытием Стоит изменение Постоянное И другое дело Человек не понимает Я уж не говорю о том Что Методология Она В общем Нас приучает К чему Что Человек Есть тождественный Только благодаря Тому Что он изменяется Если бы он не изменялся Он бы не был Вообще Например Простой Эмпирический Пример Или эксперимент Скажем Все время Мы вдыхаем Новую порцию воздуха С новой порцией воздуха Мы изменяемся Перекроем Кому-то На 5 минут Кислород И человека нет То есть Если он не изменится Если его состав легкий Не изменяется постоянно Его нет Я уж не говорю там Про питье Питание И так далее Но Точно так же и в познании Не позанимался Немножко методом Уже забыл Наукой какой-то Не позанимался Уже забыл Диссертацию Что это люди пишут Месяц Отвлекся летом Отвлекся летом В отпуск Осенью приехал Не знает С чего начать Уже забыто многое Неделю он работает Чтобы воспроизвести форму Которая у него была Перед летом И так во всем Значит И вот Гегель Впервые Вот это все понял Выразил нам И сформулировал Что же такое метод И конечно Приходится только удивляться Что Учебники Значит Научная литература Все по старинке И по обывательски Значит Метод Понимает Как какое-то средство Какой-то способ Вроде там Молотка Или ножовки Который поиспользовал Потом выкинул И Я напомню Определение Которое Мы часто напоминаем Но Оно и сложно По пониманию И конечно Этот язык Непривычный Он тоже затрудняет Значит И воспроизведение И память Но определение Мы всегда повторяем Их нужно знать Вплоть до того Что знать наизусть Да Значит Метод Это осознание Внутренней формы Развертывание Содержание Предмета Исследования Значит Это осознание Осознание Внутренней формы Внутренней Скажем Мы форма Обычно Вот форма уха У него Или форма головы То есть Мы воспринимаем форму Как внешнюю форму Здесь имеется в виду Форма в другом смысле В том смысле О котором говорил Аристотель Интелехия То есть Некоторая внутренняя форма Которая им движет Которая его создает Значит Которая развертывается Там из генов Родительских Да Из образа жизни Там Из массы обстоятельств И наконец Вот перед нами Сидит такой Оформленный человек Ну а Гейдли говорит Что такое внешний Внешний Это проявление внутреннего Внешняя форма Внешний вид Есть проявление Внутренней формы Внутреннего вида Или вид Это Что такое вид Вид это определенный род То есть Общее Что есть в нем Да Оно является Въединичным Оно проявляет себя Въединичным Ну и Возвращаясь Значит К тому Что Значит Когда возник метод К вопросу о том Когда возник метод Значит Можно сказать И обычно говорят Что значит Вот метод В 17 веке возник Но Когда говорят О методе В 17 веке И в новой философии До Гегеля Называют Метафизический метод И вот я долгие годы Как усвоил в университете Что вот есть Метафизический метод И метафизики Там их Гегель критиковал Ленин там Значит Очень Так это Упорно Настойчиво Критиковал Наши советские философы Еще метафизиков Ругали И метафизический метод И я так Это по привычке Но Когда Начал В аспиранторе Разобрался Что же такое Метафизический метод Метафизический метод Это Осознание формы И возведение Ее в понятии Или проще сказать Это Возведение предмета В мысль Любого предмета Любой предмет мышления Который берется Его сначала Надо возвести В мысль Или в понятие Или в определение Например Заработная плата Вот у меня Последнее время По тебе чувствую Появляется хобби Такое Я же В одном экономическом Вузе работал Сейчас в другом Экономическом Вузе работаю И товарищи Преподаватели С кандидатами Не знают Что такое Зарплата Скажем Бухгалтерский Учет Они зарплату Понимают В таком Техническом Варианте Типа Зарплата В сети Выплату Который Который Дает Хозяин Ну или Что-нибудь В этом Духе А что Такое Зарплата Спросим Торже Денисова Вряд ли Он и Ответит Хотя Вроде Зарплата Получал Зарплата Это Что Такое Вот Даже Засмущался Да Вот А грамотные Люди Которые Сталкивались С коллективным Договором Значит С переговорами Они В это Значит Врубались И у них Этот Предмет В понятие Введет Цена Это Рабочая Сила Значит Так вот До этого Возведения Мысль Как я Теперь Понимаю В советское Время Многие Не доходили В лучшем Случа Своей Узкой Профессии Значит Какие-то Такие Основные Понятия Они Восприняли Усвоили Значит И могут Там Сообщить Передать Другим А Серьезно Значит К этому Делу Не относились Не делали Скажем Простейшего Шаг Какой Дальнейший Простейший Шаг Дальнейший Простейший Шаг Значит Следующая Мысль Само Это Определение Нас Толкает Дальше Значит Заработная Плата Цена Рабочей Силы А что Такое Рабочая Сила Я Продаю Сам Свой Труд Да Так А что Такое Рабочая Сила Это Труд Труд Не Продается Его Нельзя Продать А Продается Рабочая Сила Способность К товару Да Вот Грамотные Люди Говорят Что Это Способность К труду Теперь Значит Заработный Плат Цена Рабочей Сила Что Такое Цена Дальше Встает Вопрос Когда Спрашивает Студентов Или Даже Взрослых Цена Ну Это Стоимость Ну Это Правильно В русском Литке Не Различаются Цена И Стоимость Скажем В магазине Все равно Спросить Сколько А в сознании Понятийно Понятия эти Не различаются Тогда как Значит Адам Смит Как раз Вот в 17 веке После Декарта После Бекона Он уже К общественной науке Подходит Вот с этой Понятийной меткой С понятийным требованием И очень просто Формулирует Все эти вещи Поэтому Мне больше всего Понравилось На философском факультете Вот на первом курсе Это именно Адам Смит Он очень легок Он очень понятен Почему Потому что Он все объясняет В понятиях Формулирует понятия Понят Понятия Это и понятно Если человек Объясняется В понятиях Это и понятно Цена рабочей силы Что-то непонятного Это понятно Нам начнут Что это вот Деньги Обычно Студенты Деньги Которые нам выдают В кассе Или там присылают На карточку Или что-нибудь В этом духе То есть Описывают Представление О получении денег А тут Дело совсем не в этом Еще хуже Когда это возводится В юридическую норму В трудовом кодексе Что-нибудь обращал Как там определяется Зарплата Вознаграждение Да Зарплата Это вознаграждение За труд При таких-то Таких-то там Условиях Длинная Там Длинная цепочка Условий Значит Это даже не по-русски Как-то русский язык Мне кажется Сопротивляется Да Заработная плата Это тебе сначала Выплатили Что ты заработал И какое-то Не вознаграждение Я заработал Отдай мои деньги Во-вторых Тебя наградили Да еще Вознаградили То есть в какой-то Большой степени А скажем Если Моим бабушкам Уборщице Там дают 10 тысяч В месяц Зарплаты То это издевательство А не вознаграждение За труд Фирменное Издевательство Теперь Вознаграждение Все-таки Так это по-русски Да Это Некоторые Единичные акты То есть Если я что-то Совершил такое Меня вознаградили Да А когда тебе Каждый месяц Выплативают И именно то Что ты заработал Да еще в нашей жизни Как мы тут Вычисляли Значит Не доплачивают 80% От стоимости Рабочей силы То это Просто издевательство Над людьми Почему вымирает народ Потому что Ему не доплачивают Потому что Его грабят Через заработную плату Через Значит Пособие на выживание Которое Называется Заработной платой Если бы Получали заработную плату Россия бы 20 лет не вымирала И голодец Вот тут на днях Наверное слышали Министр Наша Симпатичная Женщина Но все-таки Мне кажется Так нельзя тоже Значит Вот Наконец Прекратилась Значит Эта тенденция И в тринадцатом Году В России Родилось На двадцать четыре Тысячи Человек Больше Чем Значит Умерло Для Ста сорока Трех миллионов Это В пределах Погрешности Математической Поэтому Ну скромненько Сказал Там что Ну вроде Прекратилась Там тенденция Вымирания И все А то нет Вот так сказать Без указаний Какие нации Я уж не Говорю В детали Вот это тоже метод Да Когда начинается Эта конкретизация Вот мы входим В эти детали И иногда В конце Получаем Нечто Противоположное Тому С чего Мы вроде бы Начали Так что Значит Вот метод Как такое Общее действие Ума Которое Касается Всех предметов Которые попадают В поле Его исследования Но Поскольку Предметы Имеют Самостоятельную Природу Да Постольку Мышления Понятия Которое Значит Осознает Их форму Оно Сталкивается С самостоятельным С содержанием И Вынуждена Значит Открывать Это содержание Если хотите Приспосабливаться К нему Усваивать Специфику Этого предмета Таким образом Можно сказать Что Бетодов Столько Сколько Существует Различных Ну конечно Крупных Предметов Которые Обычно В практике Попадают В мышление Эту мысль Михаил Васильевич На первой лекции Развивал Если кто Помнит Если кто Не помнит Я предлагаю Вернуться И Мне кажется Это было Очень интересно Метод Я не развивал Я наметил А развивание Развивание Вы И наметили И развили А теперь Я только Ссылаюсь На развитое Уже Более каменный Метод Да Значит Поэтому С одной стороны Можно сказать Что Да Про метафизическое Вот мы Закончили Теперь Дилектический Метод Значит Вот Дилектический Метод Я наметил Фактически Значит Когда мы возвели Предмет В понятие Мы не останавливаемся На этом А начинаем Двигаться дальше Вот как мы Двинулись В случае Заработной платы И Отличие Дилектического Метода Оно как раз Вот в этом И заключается Что Метафизик Он возвел Предмет В понятие И на этом Остановился Скажем Зарплата Это вот Цена рабочей силы И он дальше Не идет Теперь Здесь у него Одно Определение Тут другое И возникает Куча Определений И сознание Действует В таком Режиме Калейдоскопа Даже еще Наверное Калейдоскоп Там все таки Есть какая-то Закономерность Да Отражение Какая-то Структурность Какая-то Система Вот А то Просто Каша В голове Значит И то он Помнит И другое Помнит А систематичности Системности Нет Почему нет Потому что Нету Формы Осознания Формы Самодвижения Содержания Предмета Если бы Значит Была установка Это Он бы и двигался Дальше За понятием По предмету И усваивал Его Вот в этой Системности И цельности Значит И в этом смысле Значит Дилектический метод Он снимает Вот эту Омертвелость Закоснилось Односторонность И вообще Такую Мертвенность Да Он сам Живой Жизненный Дух Значит И предметы Воспринимает В их собственной Природе В этом смысле Естественные предметы В их Значит В естественной Природе Или в мертвой Природе Как говорят Живые В живой Общественной В общественной Природе Поэтому Можно сказать Что Еще раз повторю Это высказка Что методов Столько Сколько Есть крупных Предметов Но Все-таки В процессе Применения Методов В процессе Развития Науки Развиваются И отдельные Специальные Методы Да И вот Скажем Уже Ученики Ученики Декарта Николь Арно Написавший Один из первых Таких Но близких К нам Учебников По логике Значит Вот Зафиксировали Что есть Два Научных Метода Анализ И синтез И Если кто Из вас В 93 Году Этот учебник Был переиздан У нас Если кто До него Дойдет И потом Сравнит С современными Учебники По логике Ну вот Например У нас Знаменитая Такая Логика И вот Писательница Или автор Учебников По логике Гетманова Вот сейчас Вышло 16-е Издание Ее логики Сравнит Одно и то же Что такое Анализ Анализ Это разложение Предмета На его Составные части Простенько Так и сердито Примерно В том духе О котором Мы говорили Арно и Николь В 17 веке Вот Что такое Синтез Синтез Это вот Сложение Частей В некоторые Целы Вот Ну видимо Дальнейшие Авторы Почувствовали Что что-то Не то Анализ Это мысленное Расчленение Предмета На его Составные части Ну тогда Я Предлагаю Предложил бы Автору Ну Разложите Мысленно Стул На составные части Его Его физически Не разложить Мне Вот сейчас Без Инструмента А мысленно Тем более Спрашивается О чем Речь А речь О простой Вече Что Значит Аналитическая Способность Как Практическое Значит Свойство И действие Живых Организмов Оно Тождественно Человеку И природе И животным Ну Природным Еще Скажем Животные Они очень Хорошо Анализируют Вот Во-первых Анализируют Что там В мире Подходит Для того Чтобы съесть Во-вторых Если что-то Подходит Смотрит Обезьяна Все-таки Шкурку Апельсина Она несъедобная Ее лучше Отделить А мякоть Она удобная И приятная И сладкая Ее можно съесть Или там Банан Когда бросают Обезьяна Они тоже Шкурку Не будут Ей Она его Расселенит Мякоть Съест Шкурку Выкинет И так далее Когда же Речь идет О научном Анализе То Ученый Имеет дело С определениями Понятий С развлечениями В содержании В качестве Предмета Или В качестве Как понятий И вот Эти деятельности Различающие Ну конечно же Различаем мы Значит Ножки Само сиденье Спинку И так далее Но Ученый Имеет дело С понятиями То есть С качеством Возведенным В мысль И Анализ Этот может Длиться Как угодно По отношению К любой вещи Как угодно Долго И ограничивается Практически Чаще всего Или задачами Исследования Или Так сказать Силами Ну не хватает Дальше анализировать Скажем Человека Там можно Ну Различить В нем Во первых Органы Как моменты Во вторых В органах Там ткани В третьих Там дальше В тканях Молекулы В молекулах Там атомы И так далее И мы можем Утонуть В этом расчленении Поэтому Гегель Где-то Финологии Говорит Что Если кто-то Возьмется Исследовать Или Описать Даже Листок Бумаги Листок Скорее Сгорит Значит От энергии Которая На это Затратится Но все равно Не выразит Всего его Содержания Дизеля Практика Ограничена Нам это Не нужно Влезать В листок Бумаги С какой-то Атомарной Стороны Значит Но это Одна сторона Дела Учебники Наши Половики Они опять На этом Застревают Они Поговорили Об анализе Забыли Теперь Вот синтез А синтез Противоположная Операция Та-та-та-та-та-та-та Синтез Противоположный Момент Вот И в каком-то Смысле Там можно Говорить Об отдельной Операции Но это Момент Значит Что значит Момент Момент Это то Что не есть Без другого Противоположного Да Часто даже Противоположного Сказ Ну Мужа нет Без жены Детей Нет Без родителей Ну И так далее В этом духе Скажем Моментов Может быть Три В каких-то Предметах Особенно В духовных Да И вот Троичность Гегель Кант Всегда Любили Подчеркнуть В понятии Всеобщее Особенно единичное Три момента Они не есть Без другого Они есть Всегда вместе Поэтому Скажем Тут была Дискуссия У нас Значит Как Соотносятся Формы Классовой борьбы Идейное Теоретическое Политическое Экономическое Вот они Так и соотносятся Что в каждой Из них Есть другие Моменты Да Они есть Только в единстве И В отдельные Периоды Деятельности Значит Выступает На передний план По важности Или там По каким-то Другим Обстотелям То или другое Скажем Ну Где-то Надо Идет Забастовка Там На Антолине Но мы Сосредотачиваемся На экономической борьбе Но почему Мы на ней Сосредотачиваемся Потому что Во-первых Мы подготовлены Идейно К этому Знаем Как Что происходит Во-вторых Мы видим Политическую Перспективу Здесь Скажем Не обязательно Именно В данный момент И именно На Антолине Но в принципе В такого рода Процессах Поэтому Все это В единстве Находится В единстве Трех Моментов И я думаю Что вот Иван Михайлович Хорошо Вот эту мысль Развил И вот Эта дискуссия Которая там Возникла Она конечно Не случайна Она обусловлена Как раз Сложностью Предмета А выразить Эту сложность В понятиях Ну в общем Конечно Не просто Ну и бывает И большее количество Моментов Там 4 5 И так далее Но Значит Момент Это то Что не есть Без другого Как скажем Наши органы Да Все взаимосвязаны И одного Вы не один орган И организма нет Все они Работают На другую Один на другое Все они Есть в этом Единстве Так и метод Значит Дилектический метод Он нас на это Ориентирует И Дилектический У Гегеля Дилектический метод Описанный В науке логики Он и включает И анализ И синтез Итак Значит Раздел этот И есть Аналитическое И синтетическое Познание Вот видите Как сказано Не анализ И синтез Да Хотя это Классиками Сформулировано 17 века Которых он вважал Это познание Познание Аналитическое И синтетическое Они связаны Друг с другом И один Переходит в другой Что значит синтез Синтез Это и значит Снятие Проделанных Различий В одном И том же Предмете Значит Вы Проанализировали Да Вроде Сделали Массу Различений Но Если вы так Это оставили Вы оставили Мертвичину Вы должны Снять Значит Отрицать Эти отдельные Моменты И в этом В этих Отрицаниях В совокупности Этих Отрицаний Представить Нам Целое Саму эту Совокупность Как целое Отрицательное Тогда Перед нами Снова Является Понятие То есть Любой Анализ И синтез Он Начинается С понятия И заканчивается Понятие Но Почему Он начинается И заканчивается Понятием Потому что Он и посредством Понятия На каждом Этапе Если вы Все время Движетесь В понятии По содержанию Раскрываемому Наблюдаете Его раскрывающееся Самодвижение Вы можете То есть Ну Раскрываете Его в понятиях То и в результате Вы получаете Понятие Вот эта Синтетическая Картина Мира Или целая Теория Она конечно И удивляет Своим величием Скажем В этом смысле Большое впечатление Производит Адам Смит И вот Я как-то В молодости Не понимал В школе Тем более Помните Евгений Онегин Был великий эконом Читал Адама Смита Там и так далее Ну читал и читал Да Мало ли кто Что читает Потом Я удивился Что Все таки Ему было там 23 года А он читал Адама Смита И был великий Почему Потому что Это было модно А почему Было это модно Потому что Это было Глубоко И просто А почему Это было Глубоко И просто Потому что Это выражено Ясными понятиями Поэтому Я и нашим Суть Сейчас на первом Курсе Говорю Если вы не Прочитали Адама Смита на первом курсе, у вас год прошел зря, задаром. Так что, если в течение года не прочитали, вот летом читайте, Адама Смита. Значит, это вот что касается анализа и синтеза. Ну, или популярные методы общенаучные, я думаю, что слышали вы неоднократно, индукция и дедукция. Значит, ну и нам товарищи грамотные расскажут, что вот есть индуктивный метод, есть дедуктивный метод. Причем, Шерлок Холмс применял. Да, да, вот. Шерлок Холмс, он использовал дедуктивный метод. Это все так хорошо усваивали. И кино, когда ставят, обязательно этот момент подчеркнуть. Стараются, что вот он использовал дедуктивный метод. Но и опять, значит, вот здесь одно, вот здесь другое. И надо сказать, что в 19 веке по этому поводу, по поводу развлечения этих методов, была большая дискуссия. Она тянулась где-то вот с 20-30-х годов 19 века до 10-20-х годов 20 века. И были, значит, много солидных философов. Там Миль, Спенсер, которые там, значит, написали книги. Индуктивный метод. Вот научный метод, это индуктивный метод. Почему? Потому что он берет отдельные единичные предметы, которые мы точно можем познать, измерить, значит, и сделать там из этого правильные выводы. Вот, теперь понятно, что это вот в этом духе развивался позитивизм. И это не пристрастие философов каких-то, значит, простодушных, а это политика сегодня. Если вы откроете курсы для аспирантов, у них есть курс, называется «История и философия науки». А главным идеологом выступает Вячеслав Семенович Степин. Был директор Института философии. И заместителем, по-моему, при советской власти. И где-то в 91-92 году сделал выдающуюся карьеру, сейчас академик. И вот он определяет духовно, значит, всю эту аспирантовскую подготовку. И он спокойно в своих книгах по философии, истории и философии науки показывает. Вот, наука начинается. Агюст Конт, Миль, значит, еще там какие, Спенсер, другие товарищи. А потом, фактически, следует этой методологии. И натаскивает, значит, вот что тут надо делать, как тут, что тут надо измерять, наблюдать, та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Так что, это вам не шуточки. Это не такие, не игры философов. А это и политика уже сегодня. Поэтому, можно сказать даже, что такое самое большое, серьезное философское течение, противостоящее марсизму, это позитивизм. И в рамках КПСС, вот в марсистско-ленинской философии, в учебниках, там уже позитивизм, он господствовался. В 70-х, там, 80-х годах. Уже говорили вроде люди о советской философии, о каких-то таких марсистских вещах. Но они говорили уже с точки зрения вот этой позитивистской идеологии, с точки зрения вот этой индуктивной логики. Ну, иногда, значит, ссылаясь на дедуктивную и их взаимосвязь. Ну, и я думаю, что здесь, товарищи, хорошо знают, что индуктивная логика, она сводится к общему выводу из наблюдения, измерения, там, и прочее, единичных вещей. Значит, конечно, в практике человечества, человечество, оно, конечно, шло от изучения единичного, от изучения отдельных вещей каким-то выводом. Но, все-таки, значит, человечество-то прошло довольно большую историю. Ну, по разным оценкам, от 35 до 50 тысяч лет. И теперь у него уже возникли, по крайней мере, со времен Аристотеля, значит, продуманные мыслительные операции. И человечество глубже, теперь человечество постигает уже сущность вещей, а не описание там их внешнего вида и внешнего взаимодействия. Поэтому, конечно, индукций не хватает. С одной стороны, при приближении к какому-то предмету, конечно, надо изучить реальность. Конечно, надо изучить, значит, многие конкретные вещи. Но, замыкаться на этом, останавливаться на этом, это и значит использовать металлический метод и останавливаться на металлическом методе. Останавливаться на констатациях, подчиняться вот какой-то империи. И стало быть, ее ошибка. Ну, я уж не готов, что подчиняться вот этому духу. Значит, недавно перечитывал я письма Маркса Энгельсу. Маркс в 66-67 году пишет Энгельсу. Вот, сейчас позитивизм моден в Англии. Вот, изучаю Агюста Конта. Да, скучно это все. Конечно, в мелочах у него есть кое-что интересное. Но в общих вещах, конечно, он там в подметке не годится Гегеля. И это правильно. Вот, ну и он из-за модности почитал, почитал, я так понял, и потом забыл. Почему? Потому что, ну, это такая примитивная, такая обывательская жвачка. Тогда уже было ясно. А, конечно, сегодня мне даже непонятно, как народ ее может читать и пережевывать. После серьезных достижений духа. И это вот Гегель где-то говорит, падение духа измеряется тем, чем он питается. Вот, я думаю, что если, значит, питается дух нынче позитивизм вот таким плоским, то это говорит только о том, что он очень низко пал. И если говорить о постмодернизме, то я думаю, что на самом деле это еще более пошлая вещь. Причем, недавно мы написали книжку... Считается, что нет абсолютных истин в постмодерении. Значит, вот что нет абсолютных истин, это еще там при Аристотеле, до Аристотеля еще были ребят такие софисты. И с тех пор очень много таких философов, которые истины нету. Вот, все относительно, значит, вообще во всем надо сомневаться, и это правильно. И Декарт, кстати говоря, и Маркс вспоминает эту формулу Декарта. Подвергай все сомнению. Как методологическая установка, это совершенно верно. Все надо подвергать сомнению, особенно, что говорит насельство. Все, но, значит, когда там юноша сомневается, значит, там очень много, но это понятно, он тут познает, он критически относится. А если человек уже 50 или 60, он все еще сомневается, там во всех вещах, то он выглядит глупо. Кстати, этот персонаж и тип, он выведен в фильме «Вечный золк». Помните там дедушка, которого играет Рыжов? Все, сомневаюсь я, однако. Ему уже там 70 лет, а он во всякой ерунде там сомневается. То есть, как методологический принцип установка начала, безусловно. Значит, все подвергать сомнению. Но сомнению-то для чего? Чтобы разобраться в сути, дойти до истины. И в этом смысле я студентам люблю приводить, значит, точку зрения скептизизма, выраженную нашим гениальным поэтом Федором Ивановичем Тютчевым. У него есть такая строка. Мысль изреченная есть ложь. Ну и скептики, эпиктет, они так и говорили, что мысль, во-первых, истину, во-первых, ее не достичь. Во-вторых, если найдется мудрец, который ее достигнет, ему ее не высказать будут. И уж, наконец, если кто-нибудь родится, как наш вот учитель, значит, у них был, ну, как же, перрон, да? То его не поймут. Дескать, мы грешны, его не поймем. Тогда я и говорю, если бы я встретил Федора Ивановича Тютчева, я бы спросил бы. Федор Иванович, если всякая изреченная мысль есть ложь, значит, и вот эта ваша мысль, она ведь тоже ложная. Но, если эта ваша мысль ложная, значит, не все изреченные мысли есть ложные-то. Так ведь? Так. Значит, вы философ. Да. И остается, мы вывод какой, что вот все-таки ваша-то мысль, она ложная. А мысли не всякие. Мысли бывают и ложные, и истинные. Суждение поэтому, значит, и бывает либо истинным, либо ложным. Всякое суждение, говорит Аристотель, оно имеет вот это свойство. Оно или истинное, или ложное. Неизреченное истинное. Все не новое. Да. Ну и вот, мне кажется, и связанная вот с этой тематикой методологии, тематика истины в нашей аудитории, она тоже неоднократно звучала. И мне кажется, что наши товарищи усвоили не только аристотелевское понимание истины, что истина есть соответствие мысли предмету, да. Ну и гегелевское понимание, значит, другого практического момента. Что? Истина есть соответствие предмета, дела, мысли, понятию, да. То есть, если вы обладаете истинным понятием, вы видите, истина поступает или не истина, истина делает или не истина, истинная вещь или не истина. Но я, поскольку и с экономистами занимаюсь, я из этого еще хочу им практическое применение показать. И говорю, что вообще мы в жизни все время так делаем. Это постоянная идея. Особенно в нынешних условиях. Заходите вы в магазин. Значит, колбаса. Написано. Колбаса. 250 рублей. Телячья. Вы уверены, что это телячья колбаса? Что это, во-первых, колбаса, во-вторых, телячья, по виду, по форме внешней. Она колбаса. Наша изреченная, значит, не колбаса. Да-да. Теперь, значит, сам я слышал, если бы не слышал, наверное, не осмелился бы сказать. Ника Стрижак на нашем пятом канале обсуждала проблему с колбасой. Пригласила двух директоров мясных заводов. И какой-то зритель по телефону звонит и спрашивает, прям так это вслух. А правда ли, что в колбасу добавляют, значит, муку из копыта рогов? Она немножко так присела. Я тоже так насторожился. Она обращается к директору. Директор говорит, да, уже давно добавляем. Ну, мы ее там обрабатываем, хорошо делают. Значит, теперь пиво. Значит, пиво теперь нет. Оно не соответствует понятию пива, такое, как было в СССР. Значит, в СССР все пиво было живое. Тут недавно появилось живое пиво. Но оно побыло там что-то с год. И сейчас название-то осталось живое. На самом деле, если у нее срок хранения там три месяца, никакое оно не живое пиво, то есть не пиво вообще. И так по многим продуктам мороженое. Мороженое, мы знаем, делается из сливок, молочный продукт. Теперь из фального масла. То есть это не мороженое. Поэтому вы когда категории-то усваиваете эти, они вам облегчают, позволяют, значит, ну, реалистично жить, реалистично относиться к окружающему вас миру. И, наконец, скажем, сегодня эта проблема поднимается на политический уровень. В Госдуме обсуждают вопрос, как нам отделить молочные продукты от молока. То есть, ему уже понятно, что все, что продается молочного, там, кефиры, сметаны, само молоко, это разведенный порошок. А не молоко, и не молочный, естественный продукт, как это было в Советском Союзе. Значит, ну и понятно, что там-то все-таки до этого додумываются какие-то головы. А в жизни-то народ, он ведь к этому не критически относится. Ну, иногда по телевизору там услышат какую-нибудь критику, что это не соответствует понятию, не соответствует, значит, истинному положению, не соответствует предметности. И этого надо избегать. А в серьезном, конечно, мышлении по этому поводу нет. Ну, и я уж не говорю о серьезных каких-то политических проблемах и вопросах. Там без понятия, особенно в политологии, скажем, да, не обойтись. Почему? Потому что политические предметы, они не даны эмпирически. Государство. Что такое государство? Его не пощупаешь, не потрогаешь, там ни что-то чего. Это мысль, выраженная в понятиях, в теории, значит, и эти понятия теории надо в единстве, значит, методов усвоить. Тогда ты что-то будешь в этом понимать. Если этого нету, все, дорогие, все, дорогой товарищ, ты вне понимания. Значит, ты действуешь по тому опыту, о котором сказал хорошо наш замечательный поэт, великий русский поэт Некрасов. Что ему книжка последняя скажет, то ему на душу сверху и ляжет. Ну и, конечно, нынче эту роль выполняет телевидение, посмотрел вечером телевидение, а утром уже за этими, значит, новыми истинами на улице. Поэтому вот это наше, значит, пристрастие и к тематике методологии, и к проблематике истины, я думаю, что она очень правильна. И в этом году, значит, мы здесь делаем особый упор, и я думаю, что и дальше не будем терять ее из вида. С тем, чтобы, значит, когда мы сталкиваемся в жизни с какими-то проблемами, несоответствиями, уродствами, значит, мы эти проблемы спокойно понимаем. И я думаю, что вот в этих викрях, в сумбурах, в движениях иногда непонятных, анархических, видим истинную линию развития. И я думаю, что и дальше будем стараться действовать в этом направлении. Вот что можно кратенько сказать. Конечно, методов много, во всяких науках есть еще свои методы, и, скажем, нет учебник, который описал всю совокупность методов. Скажем, там, одних статистических методов, или методов моделирования, или социологических методов, и так далее, и так далее, очень много. Но все они начинаются с понятия и заканчиваются понятием. Все они есть так или иначе, или филиация понятий, или применение каких-то понятий. Поэтому тот, кто держится... Что вы знаете, филиация? Филиация, ну, это такое видоизменение. Векревое видоизменение. Поэтому можно сказать и так, что метод вообще, он один. И вот в том дуге, значит, о котором я раньше говорил, и можно так выразить, метод один, понятийный. Понятийный. То есть, и метафизический метод, он держится понятие. И насколько он держится понятие, то даже на уровне этого метода многое становится ясным, многое становится понятным. Я говорю, к сожалению, не все метафизическим-то методом овладели. Теперь, за счет понятия методологии мышления и наука развиваются со времен Парменида, Гераклита, Аристотеля. И за счет понятия существует, скажем, на Западе-то там Маркса ведь не изучают так, как мы. Изучают умные люди, конечно. И классики экономики, или видные экономисты, как Кейнс, они без Маркса шага не делают. Кейнс несколько раз позитивно ссылается на Маркса. Но, скажем, основная масса, она не изучает Гегеля. Гегель не в моде, скажем, в Америке, да? Но, так или иначе, предмет и сам стиль поведения научного и образ научного мышления их толкают к понятию. И за счет мобилизации больших ресурсов они могут большим количеством людей навалиться. И поскольку все-таки, значит, на понятия-то они ориентируются, на теории, значит, они тоже добиваются результатов. Но я думаю, что мы добиваемся результатов более энергично, экономно, и в конце концов более фундаментально, глубоко и в конечном счете эффективно будет. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, я готов ответить. Так, товарищи, вопросы, пожалуйста. Народ вот запенил. Сложные. Ахи, сложные. Да, значит, там можно я... Сложные, но просто изложенные. Слушай, Греча, все-таки я не понял. Имеется некая система методов научного познания, или все-таки человечество поднялось до диалектического метода, который сейчас и является методом научного познания, или все-таки имеет место некая система? Понятно. Да, я уже ответил на этот вопрос, что имеется целая система, хотя никто ее не описал. Система или набор? Значит, для человека грамотного она предстает из системы. Но в каком смысле? Что в диалектический метод он включает в себя и синтетическое познание, и аналитическое познание. Это момент одного метода. Момент одного метода, можно так сказать. Но это можно сказать, что как система метода. Как наукологики. Она система или не система? А в ней, значит, на ее категориях, можно развивать какие-то более конкретные в специальных науках. И каждая наука для себя создает методы и методики конкретные, которые отражают специфику, характер движения ее предмета. То есть для каждой гайки, для каждого болта свой? Ну уж не так, что для каждого болта и для каждой гайки, но для каждой большой предметной сферы. А система, потому что это все объединено гегельской диалектикой? Да, да, да. Ну я тоже эту мысль и проводил. На десяточки, конечно, да. Вопрос. Пожалуйста. Ну вот представьте, вот видите, вот даже вы кое-что не поняли. Да, конечно. И вы представьте, вот много философов, много ученых, вот они будут, и они сразу не поймут друг друга. Между ним такая резня, такая резня начнется. Ну они не коричневые, но пока еще не ходят. И вы все-таки говорите, что как-то можно все-таки прийти к такому делу, что и война исчезнут, и разоружение может быть брать и договариваться. Так вопрос в чем? Вот можно ли будет прийти к такому? В чем? Можно ли прийти к такому, что можно договариваться? Что, ну, я его так вот убедить. То, что мы не резли, допустим. Позови здесь философов с мировым именем сюда, и они на вас могут наброситься. Понятно. Позови здесь, они будут все соглашаться. Понятно. Это старая философская проблема, она с мысленной философией. Что каждый новый философ приходит и ругает всех предшествующих. И один Гегель только нам пояснил, что они, хотя и критически относятся к друг другу, опровергают друг друга, но через эти отрицания проходит и генеральная линия некоторая. И Гегель в своей истории и философии показывает, как идея постоянно конкретизируется от мыслителя к мыслителю. И говорит очень интересную закономерность. Такую интересную закономерность. Что? Всякая философская система большая, прошлого, она всякая истинна. Но она не всякая и высшая. В свое время, скажем, система Аристотеля была и истинной, и высшей. Свою истинность система Аристотеля сохраняет и до сих пор. Но она не высшая. В свое время кантовская философия была и истинной, и высшей. И свою истинность она сохраняет и до сего дня. И Гегель ее использует много. Но она не высшая. Гегель, понятное дело, считал свою философию и истинной, и высшей. И это так и было в 20-30-х годах 19 века. А определение высшее, дайте. Высшее, да, которое на 5 сантиметров выше. Так, дайте, я не договорил еще, не ответил еще на этот вопрос. Значит, теперь мы знаем, что система Маркса, она включает и гегелевскую систему как момент методологический, да, и развивает за счет еще и других наук. И я другой, более высокой системы, не знаю, и всегда обращаюсь, что, товарищи, если вы знаете, но предложите, давайте поизучаем, может, перейдем к другому. Дайте мне слово минут 15. Вот так вот годы проходят, а вы все в рот, а вы... Да, вы договорить не дадите? Тише. Значит, я не знаю. И, наконец, вот эту проблему гегель такой в шуточной форме высказал. Говорит, да, вот, видимо, правильно говорил средневековый мыслитель. И, видимо, это общая судьба, что жаловался. У меня был один ученик, который меня понял, правда, понял он меня неправильно. Так что, и я подчеркнул, что вот мы все время движемся к этому пониманию, движемся к этому развитию. И занятия, методологии, истины, там, понятия, они помогают нам держать вот эту вот форму. Значит, метод, он все время сохраняет нашу духовную форму, которая, значит, готова для восприятия и новых вещей. А понятие, это процесс такой, он, конечно, непростой. Тем более, если выражать это в понятиях. Что значит понять, говорит гегель? Понять, это значит выяснить понятие предмета. Значит, ну, это дело непростое. Этим надо заниматься всерьез, в том числе в развернутом виде, в развернутом понятии, то есть теории. Так, товарищ, еще вопросы. Пожалуйста. Вот наука проходила разные периоды в своем развитии. 17-18 лет преобладал как научный метафизический метод. Потом настали другие времена. Наука пошла дальше, поднялась до более высоких методов и способов. Есть ли сегодня те науки, которые пользуются метафизическим методом? И это научно. Конечно, пользуются. То есть, в той части, в которой исследователи сознательно себе ставят цель возвести предмет в понятие и исследовать понятийную его форму, значит, те пользуются метафизическим методом. Ограниченность состоит в том, что они на этом останавливаются. Если бы они двигались дальше, понаблюдая развитие содержания предмета, они бы фактически переходили на диалектическую форму. Причем, это может быть даже стихийно. Потому что, скажем, стихийно-то диалектика, диалектические понятия, движения понятий, они развивались и до метафизического метода, скажем, Платона. Блестящая диалектика, да, у Аристотеля. Я уж не говорю про Гераклита. Но она в зародышенной, в стихийной, неосознанной форме. Но на эту форму толкает само понятие. То есть, когда человек мыслит это глубоко, схватывает, значит, осознает форму, он до этого так или иначе в той или иной степени доходит. Речь только о степени. И вместо того, чтобы изучать теперь метафизические методы или там старых философов, тратить время не надо. У нас есть готовая форма наука логики. Изучай, читай. Но это непросто. Вы много знаете людей, которые посидели год или два серьезно наукой логики? Я таких людей знаю очень мало. Вообще идея. Да, да. Вот, по этому моменту, еще раз, замер. Сейчас будут, сейчас, 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 сейчас забудите. Вопросы у нас сейчас. Давайте, время-то тоже долго. Конечно, долго. Всего нет, есть, пожалуйста? Вот, чтобы вы посоветовали именно рядовому человеку, вот, ну, который начинает, который не профессор, как ему, вот, сделать первоначально этот прыжок, как ему поумненьше, чтобы освоить? Вот, освоить первоначально, значит, я знаю, что в Ленинграде действует кружок любителей гегелевской идеалетики. Вот, если вы их найдете, там где-то в интернете есть, вот там вы можете посваить. Во-первых. Во-вторых, значит, можно сделать очень просто. С доверием, полным доверием, окунуться в саму науку логики, но без введений, предисловий, пояснений, а прям сразу за категорией. Там, скажем, первая категория, чистое бытие, она изложена на 15, в 15 строках. Ну, в разных изданиях, там, может, чуть-чуть побольше. Причем, там до середины примерно текста, там где-то строк 7-8, это такое объективное движение, а потом такое, как бы, пояснение. Поэтому, ну, вот 7 строк. Вот, вы вчитаетесь, вдумаетесь, что здесь сказал гегель. Сначала это будет непонятно и, как-то, это казаться ерундой. Но, когда вы вникнете, что здесь мысль есть, значит, глубокая, тем более, что у вас товарищи есть, помогут, вы двинетесь и дальше. Вот, товарищ Попов, ну, год назад, или где-то я был на его лекции, он посоветовал, вот, метод бульдозера. Возьми книгу и читай. Ну, правильно. Ну, и, может, так сказать, да. Взял книгу, взял книгу, науку логики, и полгода читал. Долго и упорно, устал очень. Нужны какие-то приспособления. Собственно, приспособления очень простые. Не читать, значит, во-первых, прочитать подряд, для начала, да, прочитать подряд. Может быть, там что-то будет непонятно. Но, во-вторых, вернуться и попытаться, значит, каждый момент понять, усвоить, выяснить, зачем он, для чего, почему. Почему именно так движется мысль. И, наконец, из моего личного опыта. Я вот самостоятельно изучил высшую математику. Вот, Михаил Васильевич в университете изучал. А я изучал ее самостоятельно в море, работая, и учась заочно в ВУЗе. Был такой учебник фехтенгольца, он еще и недавно в ЛГУ по нему преподавал. И сейчас продается? 4х4. Вот я его, значит, взял в море, читаю первый параграф. Что-то какая-то муть. Не, думаю, это, наверное, я какой-то тупой. Что-то мне непонятно. Отложил, думаю, это не для меня. Потом делать нечего в море, что-то было. Ну, думаю, ладно, дай почитаю. Начинаю читать. Вроде как-то полегся, вроде что-то знакомое. Но все равно, что-то какая-то муть. И думаешь, я такой тупой. Я все-таки не тупой. Я закончил школу с серебряной медалью. Но отложил. В общем, короче говоря, там на десятый или на какой-то раз я начал соображать, что к всему. А секрет очень, ну, один из секретов, очень простой. Там есть определение понятий. Их надо заучить наизусть. Надо четко себе представлять, что такое функция, что такое предел, что такое дифференциал. Это знать нужно, чтобы когда ты читаешь, ты не лезвок, что там такое-то знать, а у тебя уже есть в голове этот инструмент. И ты системой инструмента спокойно пользуешься. А если ты каждое слово снова встречаешь как незнакомое, или понятие, тем более, определение как незнакомое, конечно, это очень трудно. Поэтому это вот характеристика очень хорошая, метод бульдозера. Правильно, метод бульдозера. Хороший образ. На сайте Фонда Рабочей Академии rpw.ru или по поисковику можно Фонд Рабочей Академии набрать сразу же сайт. Там есть раздел «Видиотека». Значит, в разделе «Видиотека» есть отдельный пункт. Там кружок любителей гигиевской диалектики. Там вот ряд занятий. Там уже, наверное, где-то под десяток в общей сложности. И там можно посмотреть. Там вот кружок под руководством Михаила Васильевича. Эти понятия разбирают. Это хорошие подпорки для изучения. Так, ну что, с вопросами все. Значит, давайте вступаем. Михаил Васильевич. Надеюсь на ваш бумаги. Уважаемый товарищ, я, разумеется, присоединяюсь к ключевому там, вот, что сказал Александр Сергеевич. Тем более, что мы вот эту работу с ним совместно проводим, связанную с методологией. Ну, я хотел бы просто подчеркнуть вот один момент, который возник в связи с вопросом. Что значит высший метод? Что значит высший метод? Высший – это тот, который на сегодняшний день включает в себя все предшествующие и предыдущие. Как он их включает? Одни он включает позитивно. То есть, он на них просто опирается. Вот. И отрицает в них только их ограниченность. Так сказать, их претензию, может быть, отрицает их на всеобщность. Другие он включает отрицательно. Что значит отрицательно? Отвергает их, но он не выбрасывает их. А именно так отвергает, как вот материализм отверг идеализм. Вот кто разработал диалектику? Диалектику разработал-то наиболее полно идеалист Гегель. Ну, а, так сказать, включил в марксизм себя эту диалектику, отрицая ее что? Отрицая выведение одной категории с другой, отрицая понятие истины, отрицая не вот это движение логическое, или отрицая саму идеалистическую установку. Идеалистическую установку. Ну, и все. А дальше? А дальше все попытки сделать материалистическую диалектику, какую-то новую систему построить, ни к чему хорошему не привели. Было очень много разных учебников. Не только учебников, были целые многотомники. Материалистическая диалектика. И про них были хорошие рецензии написаны. Единственное, в каждой рецензии отмечалось, чего там только нет, это диалектики. А так вообще отличные работы. Вот я думаю, вот очень простой ответ на этот вопрос. То есть это та, которая включает. И на сегодняшний день, поэтому, если говорить, какой метод сейчас самый современный. Материалистический, если дают на это два слова. Вот как говорите, давайте коротко. А если еще подробнее, то это материалистический, историко-материалистический метод, если это относится вообще к обществу. Если применительно к обществу. И поскольку мы говорим, скажем, о формальной логике, она включается в этом смысле, в диалектическую. И диалектическая логика ее предполагает, а не отвергает, не отбрасывает. Предполагает, потому что все выведения формально логические. Безусловно. Вот. Если вы приходите к противоречию, так вы правильно рассуждаете с одной стороны, правильно рассуждаете с другой стороны. Вы начали с противоречия, вы придете к нему. Но вы не отвергнете это противоречие, вы посмотрите, во что оно разрешается, пойдете дальше. В этом смысле вот так Маркс двигался в капитале. Поэтому на вопрос о том, какой сейчас самый современный, самый передовой метод – марксизм. И никакого другого метода в этом смысле, всеобъемлющего, нет. Еще есть мировоззрение, которое тоже все объясняет, и на все случаи дает ответ. Это религия. Там все очень просто. Вы не согласны? Если вам что-то трудно, вам Бог поможет. А если у вас не получается, значит, Бог вас наказал. Что тут нет? Действительно, все отвечает. Все находится, все в руках Божьих. Поэтому всякое отвержение вообще марксизма приводит в конечном итоге не к тому, что люди вообще остаются без идеологии, а они обратно идут в лоно религии. Это мы и наблюдаем сейчас. Это мы и наблюдаем. Что же касается вообще изучения, ну, где вы знаете науку, которую легко изучать? Ну, изучайте математику. Вот я вас спрошу, предел. Дайте определение предела последовательности. Хоть методом бульдозера изучайте, хоть методом мотоцикла. Ну, а я вам могу сказать, что число А называется пределом последовательности ХН. Если для любого, сколько угодно малого, положительное число ЭПСИЛ, найдется такое Н большое, что для всех Н, больших Н большое, ХН минус А по абсолютному лечене, меньше ЭПСИЛ. Ну, это запомнить тоже надо. Говорил об этом, Александр Сергеевич. Я могу дать и предел функций в точке, это будет еще более сложно. Там ЭПСИЛ на окрестность, там Дельта окрестность, и проколотые причем Дельта окрестности. Я не думаю, что там проще это будет, чем в науке логики Гегеля. Возьмите вы какой-нибудь учебник по физике современной, там одна математика. Там одна математика, и для того, чтобы понять математическую теорему, иногда месяц нужно, иногда два месяца. Поэтому мне как-то вот эти непонятные вопросы, что это вот трудно. Да, трудно, ну а что? Берите легкое, пустое, простое. Ну, почему оно трудное? Потому что оно сложное. А почему оно сложное? Оно сложное из простых. Потому что если мы говорим о самом радио, этом методе, значит, оно самое сложное. Вас удивляет, что самое сложное, трудное изучить? Ну, почему это должно удивлять? Я не знаю, я вот, вы говорите, вы полтора года изучаете, я изучаю больше, чем 40 лет. Я прочитал науку логики в 1968 году. Я как, в отличие от вас, вы там что-то... Первый раз. Первый раз. Я несколько, понятно стало, что надо, чтобы понять капитал маркса, прочитать науку логики. Я прочитал. За две недели. Что-то понял, что-то не понял. Но я добросовестно прочитал все три тома. И что из этого следует, что я понял? Я и сейчас могу вам сказать, что я многое там не понимаю. Но я многое понимаю. И могу, скажем, как ведущий кружка, объяснить то, что я уже понимаю, а что товарищи еще не понимают. А не так, что я бы сказал, я все уже понимаю, а вы ничего не понимаете, такие-сякие темные люди. Это сложные вещи. Скажем, вот я пример приведу. Скажем, общий, особенно единичный. Я особенно в силу своего образования математического понимал так, что это вот что-то общее, это вот некое такое среднее, что есть во всем. На самом деле, общее, вот я открываю, вдруг на какой-то 25-й раз третий том науке логики, и читаешь, что это общее, это целокупность, она включает в себя и особенная, и единичная. И особенная целокупность, и единичная тоже целокупность, она включает в себя всеобщее. Есть такая единичная, без всеобщей. Вот сидит Шабасов. Он Шабасов, но он еще, между прочим, в сером костюме, это особенность. А он еще, между прочим, человек, принадлежит ко всему человечеству. Вот, пожалуйста, это общее. Поэтому один человек, он включает в себя все эти три момента, «хотяйте». И вот из этих трёх моментов два противоположных. Нет, я заканчиваю. Я хотел бы подчеркнуть этот момент, что изучать нужно марксизм. И акцент надо сделать на том, что надо его изучать. А Ленин говорил даже больше, «штудировать». А «штудировать» значит возвращаться к непонятному, повторять, идти дальше, и сейчас это легко делать, в том смысле, что есть люди, которые этим же занимаются, и они могут вас поддержать. Так, товарищ, ещё видишь, что вы начнёте здесь? Чё, зачем мне? Зачем вы провоцируете? Мне надо провоцируем. Я не могу. Сколько времени вам надо? Я хочу выступать по выступлению. Значит, не более пяти минут. Да. Ну что, началось это? Времени нет у нас. Понимаете? Во-первых, где логика, где диалектика. Во-первых, вы хотите построить... Да не надо, я не знаю. Да что, никто вас не услышит. Вы хотите, чтобы рабочие выполняли? У рабочих нет... Ну да, в камерах хотим, чтобы... Образовали... Ну, если передавать, я не смогу говорить. У рабочих нет ни образования, ни умственных способностей. В школе они учились через пень-колодов, во-первых. Если... Это не правда, брат. Ну, началось. Ну, дайте договорить потом. Как не правда. Вы же, говорит, первый раз, что ли? Что ты скажешь? Опять ничего. Я рабочий из рабочих... Правильно. Я говорю, это исключение. Не исключение, много таких людей было. Да немного. Вы что, не помните, как наш партий с пьянством боролся? Все так, ну... Профессор Огородник начал... Это говорильник. Хорошо, вот так вот скажу. Михаил Васильевич говорит, ставить Гитлера и Сталь на эту доску, это неправильно. Ой, ну... Ну... Правильно. Один... Детский... Ну, дай договорить-то хоть. Ну... Ну, вообще не надо, чтобы говорить. Уже... Советы, это единственное верное, проверенное временем, эффективную форму рабочей диктатуры. Совет. И сам же пишет, с 36-го года Совет Трудящийся не стало. А где противоречие? Вот где противоречие. Где же он неэффективен, когда его просто нету? Мы вот где все сидящие, никогда при советской власти не жили. Вы ругаете Горбачева. Горбачев как раз хотел... Ты не был предместный, который... Ну, нате, надо. Когда тактик скажет слово, я бы просто... Бесполезно говорить. Мы его обсуждаем. Мы его обсуждаем. Не надо ему слово давать. Чего? Вот смотрите, ваш коммунизм на помой. А вы все побеждающие учения. По-моему, кто в другом месте. Так, товарищ, я понял так, что, в общем-то, аудитория созрела для заключительного слова Александра Сергеевича. Учиться надо. Спасибо, дорогие товарищи. К сожалению, мало желающих учиться в массе рабочего класса. Вот это. Не только у рабочего класса, и в других слоях тоже. Но здесь все-таки собираются регулярно люди, которым это интересно, которые тратят свое, значит, свободное время вечером, вот уже в такой холодный, значит, сезон, и надо сказать, что упорно пытаются повысить свой идейный уровень. И я думаю, что руководство нашего университета, оно, в общем, отвечает этой потребности. Обеспечивает высокий уровень преподавания за счет высоко квалифицированных кадров, найденных в нашем городе нигде не будет ни в сбору послушинки, а в серьезных работающих учебных заведениях. В том числе в Санкт-Петербургском государственном университете. Поэтому я выражаю большую благодарность, что вас послушали. Реплики хорошие сделали. Спасибо Михаилу Васильевичу, что он сделал хорошие пояснения и ответил на меня более подробно, значит, на вопрос о высшей философии и высшей истине на это, на наше нынешнее время. И я думаю, что это обсуждение поможет нам и дальше карабкаться по тяжелому каменистому пути вверх к истине. Труд этот очень большой, непростой. Поэтому Марс карабкался, а уж нам тем более, значит, приходится карабкаться. Иногда не жалея ни ног, ни, что называется, пальцев. Спасибо, дорогие товарищи. Спасибо большое Александру Сергеевичу. Следующая тема наша – это Ленинский план установления советской экономики в работе очередной задачи советской власти. Чтец – Борис Николаевич Гавшин. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. Спасибо. Спасибо.